Они сказали, что причина затмения в том, что сын пророка Мухаммеда, алейс-саляту вассалям, скончался. Если бы он был лжецом, лже-пророком, помните, лжец, что он делает? Он постарается использовать любую возможность, чтобы оправдать свою ложь. Но что он сделал в этой ситуации? Он сказал нет. Затмения не происходят для чьей-либо смерти или для чьей-либо жизни. Это от Бога. Но увидев его, поспешите на молитву. То, что он сделал, он связал их с Богом, а не с самим собой. Это не характер лжеца. Другой пример. У пророка Мухаммеда, алейс-саляту вассалям, был друг. Его друг был женат на женщине, которую он очень любил. До того, что он преследовал её на улицах. По какой-то причине он развёлся с ней. Пророк Мухаммед пришёл к ней и сказал, почему бы тебе не вернуться к нему? Она сказала, о посланник Аллаха, ты приказываешь мне как посланник Аллаха или пытаешься помочь между нами? Он сказал, нет, я не приказываю тебе как посланник Аллаха, я просто пытаюсь помочь. Она сказала, я не хочу возвращаться к нему. Тогда он сказал решать тебе. Если бы он был лжецом, представь, что этот брат мой друг, хорошо? А я лжец, я утверждаю, что я пророк. И он оказался в такой ситуации, понимаешь? Конечно, я постараюсь поддержать его. Я бы сказал сестре, ты должна вернуться к нему. Помни, я посланник Аллаха. Бог накажет тебя, вернись к нему. Это показывает природу лжеца. Однажды пророк Мухаммад путешествовал с тремя своими сподвижниками. Хорошо? И у них было одно ездовое животное. Его сподвижники уважали его как посланник Аллаха. И они сказали, о посланник Аллаха, не беспокойся о нас. Садись ты на верблюда, а мы пойдем пешком. Он сказал, нет, нет, вы не сильнее меня. И я не лучше вас. Посмотрите на смирение этого человека, понимаете? Когда мы смотрим на учение пророка Мухаммада, алейхиссаратуассалам, когда мы смотрим на его биографию, как упоминали наши ученые, этого достаточно, чтобы показать вам, что этот человек является посланником Аллаха. Эти примеры показывают, что этот человек заслуживает доверия. Одним из критериев истинного пророка является пророчество. Хорошо? Прежде чем продолжить, позвольте мне задать вам этот вопрос. Кто знает будущее в деталях? Кто знает? Никто, кроме Создателя. Да. Например, если я создам этот телефон, никто, кроме меня, не будет знать подробно об этом телефоне. Пророк Мухаммад, алейхиссаратуассалам, предсказал много вещей, которые мы можем наблюдать сегодня. Чтобы увидеть это, тебе не обязательно быть мусульманином или христианином. Пророк Мухаммад сказал, наступит время, когда вы увидите босых арабов-бедуинов, соревнующихся в строительстве высоких зданий. Когда пророк Мухаммад, алейхиссаратуассалам, упомянул это, в те времена арабы, как известно, не делали этого. Известными в строительстве высоких зданий были персты и римляне. Таким образом, не было никаких признаков того, что арабы начнут строить высокие здания. Позвольте мне спросить вас, где находится самое высокое здание в мире? Бурж халифа в Дубае? Дубай, ты права. Дубай. Теперь, вопрос, который вы должны задать себя. Как человек, который существовал 1400 лет назад, пророк Мухаммад, алейхиссаратуассалам, пророчествовал о том, что мы можем видеть прямо сейчас? Еще одно пророчество. Пророк Мухаммад, алейхиссаратуассалам, сказал, «Наступит время, когда мусульмане одолеют перстов и римлян». Когда пророк Мухаммад пророчествовал об этом, в то время он был в Мекке. Мусульмане были очень малочисленны и слабы. Они боялись за свою жизнь, не говоря уже о том, чтобы захватить величайшие империи того времени. В те времена Великие Империи, разделившие мир на две части, были и Римская, и Персидская империи. Пророк Мухаммад, алейхиссаратуассалам, говорит своим сподвижникам и своим ученикам, и своим последователям, «Вы сделаете это». Исторически говоря, из мусульманских и немусульманских источников следует, что мусульмане одолели персов и римлян. Один из британских историков сказал, «Это очень мощное пророчество». Есть много пророчеств. Например, есть пророчество в Коране. Вы видите, что сейчас происходит в мире с трансгендерами, с людьми, которые меняют свои творения. Аллах упомянул об этом в Коране. Что сатана скажет? «Я вдохновлю их». Смысл аята, что он вдохновит их изменить творение Аллаха. Это то, что происходит прямо сейчас. А ещё, я покажу вам это. Почему мы против этого? Я не призываю к насилию никому. Но я мусульманин и верю в ислам. Ислам учит нас, что это угнетение, и что это неправильно. Почему? Представьте, что я говорю вам, двум сёстрам. Я говорю, смотрите, я верю, что я без руки. Хотя вы ясно видите, что у меня есть руки. Но я верю, что мне следовало бы родиться без рук. Потому что я верю, что я без руки. Ты можешь помочь мне отрезать руку? Нет. Но ты скажешь, Шамси, у тебя всё в порядке с головой? Понимаете? А как насчёт того, чтобы помочь кому-то отрезать всё? Просто потому, что он так чувствует. Нет. Мы должны попытаться помочь ему, понимаете? Потому что многие потом сожалеют об этом. Вы понимаете? Мы не призываем никого убивать. Нет. Потому что Аллах хочет благо для всех. И как это сделать? Так, как я делаю это сейчас с вами. Интеллектуально, логически. Объясняя это для вас. Почему ислам является истиной. И почему всё, что противоречит исламу, является ложью. Так что это в Коране. Точно так же, чтобы раскрыть для вас, почему ислам является истиной. Обобщая всё. Обратите на это внимание. Ислам пришёл, чтобы сохранить пять вещей. Ислам пришёл, чтобы сохранить пять вещей. Ислам пришёл, чтобы сохранить религию. Что это значит? В исламе непоклонение истинному Богу – это катастрофа, и это несправедливость. И я покажу вам, к чему приводит поклонение неистинному Богу. Вот почему язычество и атеизм запрещены в исламе. Потому что вы начинаете следовать своим собственным страстям. Хорошо? И мы можем увидеть, что происходит в нашем обществе, когда мы начинаем принимать свои собственные желания за Бога. Пример, который я могу привести вам. Недавно мужчина пришёл на канал ITV. Шоу «Доброе утро». Он сказал, что он считает себя собакой. Да, он сказал, что он считает, что ему следует быть собакой. Он просто родился не в том теле. Итак, его девушка, что она сделала? Она подарила ему костюм для собаки. Когда он возвращается с работы, она надевает на него этот костюм и сажает его в клетку. И мы должны уважать его, иначе мы фанатики. Поэтому я должен принять это. Либо стать психически неуравновешенным, либо фанатиком. Лучше уж быть психически неуравновешенным, чем это. Это лучше для меня. Итак, дело в том, что это результат следования неистинному Богу. Это первое. Ислам пришёл, чтобы сохранить религию, образ жизни, ислам. Во-вторых, ислам пришёл, чтобы сохранить разум. Именно поэтому алкоголь и наркотики запрещены. В-третьих, ислам пришёл, чтобы сохранить богатство, деньги или другие виды имущества. Поэтому руссовчисство и азартные игры в исламе запрещены. В-четвёртых, ислам пришёл... Ты в порядке? Она в порядке. В-четвёртых, ислам пришёл, чтобы сохранить... Как это называется? Брак. Ислам пришёл, чтобы сохранить брак. Вот почему прелюбодеяние и блуд запрещены. И последнее, ислам пришёл, чтобы сохранить жизнь. Вот почему несправедливые убийства людей и самоубийства запрещены. Эти пять вещей, сестра, ислам пришёл, чтобы сохранить. Если мы сохраним их, у нас будет хорошее общество. И ислам не просто призывает их сохранять, но и предусматривает наказание для тех, кто пытается их нарушить. Или они могут покаяться. Что является противоположностью этому? Позвольте мне спросить вас, алкоголь – это хорошо или плохо для нас? Плохо для нас, конечно. Алкоголь индивидуально и коллективно вредно для нас. Знаете, статистика говорит, что большинство преступлений, совершаемых людьми из-за алкогольного объединения. И они говорят, что Национальная служба здравоохранения очень страдает из-за того, что люди употребляют алкоголь. Итак, алкоголь вреден для нас, как индивидуально, так и коллективно. Рассовчичество. Рассовчичество делает богатых богаче, а бедных беднее. Так что это плохо для нас, индивидуально и коллективно. Азартные игры также вредны для нас, как индивидуально, так и коллективно. Блуд и прелюбодеяние также вредны для нас, индивидуально и коллективно. То же самое касается самоубийств и убийства невинных. Эти пять вещей и в нашем мире в большинстве стран не просто разрешены, а скорее пропагандируются, прославляются и гламоризируются. Почему? Потому что есть люди, которым это выгодно. И те люди, которые получают от этого выгоду в большинстве случаев, те, которые находятся у власти. Вот почему в большинстве случаев те, кто враждебен к исламу, это те, кто находятся у власти. Итак, поскольку они богатые, что они делают? Они используют свои деньги, чтобы выставить ислам в плохом свете, через средства массовой информации. Несмотря на то, что ислам благо для нас индивидуально и коллективно. Лучший поступок, который ты можешь совершить, это поклоняться только одному Богу. Я приведу тебе пример. Представь, что ты находишься в доме. Ладно, я приведу тебе другой пример. Представь, я говорю тебе, смотри, сестра, мы говорили с тобой очень долго. Я говорил тебе пример про глаза. Не говорил? Хорошо. Я приведу тебе пример. Если я скажу тебе, смотри, сестра, мы говорили с тобой очень долго. Я мультимиллионер. Я сделаю тебе подарок. Я ничего не хочу от тебя взамен, ничего. Если я подарю тебе подарок, и ты приняла его, хорошо? Я не говорю о том, если ты не возьмёшь его. Но если ты примешь его. Если я подарю тебе 2 миллиона фунтов, что ты мне скажешь? Почему? Нет-нет, если я скажу, что я мультимиллионер, я просто сделаю тебе подарок. Ты бы поблагодарила меня? Да. Ты скажешь мне спасибо. Ты бы помнила обо мне всё время? Да. Конечно, 2 миллиона фунтов — это большие деньги. Сейчас я ей объясню, почему. Но если я дам тебе 2 миллиона фунтов, но с условием отдать мне свои глаза? Ни за что. Хорошо. Итак, твои глаза — это хорошо. Мне нравится эта реакция. Понимаешь? Это хорошо. Так что твои глаза дороже 2 миллионов фунтов. Так почему бы тебя не благодарить и не вспоминать того, кто подарил тебе глаза бесплатно? Ведь ты будешь благодарить, если я дам тебе 2 миллиона фунтов? Я понимаю. Ты понимаешь это. Альхамдуллах. А теперь я приведу пример. Если ты хочешь сделать подарок своей матери или подруге, ты купишь подарок, который нравится тебе или который нравится твоей подруге? Подруге. Подруга. Точно так же, если мы хотим поклоняться Создателю, мы должны поклоняться так, как любит Он, а не так, как любим мы. Потому что то, как любит Он, объективно. То, как любим мы, субъективно. Вот почему Творец послал пророков и посланников. Что вы думаете о том, что я сказал до сих пор? Имеет ли это смысл? Да, это имеет смысл. Это то, что я говорю. Знаешь, что интересно? Я занимаюсь этим последние 15 лет. Вот почему я это запомнил. Понимаешь? Альхамдуллиллах. Понимаешь? Альхамдуллиллах. Пусть Аллах примет от нас. Знаете, каждый раз, когда я разговариваю с каким-то искренним, уважительным человеком, они говорят, знаете что, это имеет смысл. Знаешь, почему это имеет смысл? Потому что тот, кто создал тебя, тот, кто дал тебе инструмент здравого рассуждения и здравую естественную склонность, тот же, кто не спаслал ислам. Вот почему это имеет смысл. Представьте, что у вас есть замок. Вы ищите ключи. И все дуют вам свои ключи. Но единственный ключ, который открывает замок, это мой ключ. Так кто же сделал этот замок? Это я. Поэтому, когда ислам доходит до вашей естественной склонности, он идеально подходит. Своими действиями вы осознаете, что вы должны быть благодарны своему Создателю. И напоминаю вам, нет ничего гарантирующего эту жизнь, кроме смерти. Что вы однажды умрете. И Аллах никогда не помещал нас сюда, чтобы просто удовлетворить наши желания. Мы здесь для великой цели. Для испытания. А именно для того, чтобы узнать друг друга. Чтобы Аллах реализовал атрибут своего имени. Чтобы показать нам атрибут своего имени. А также для поклонения Ему одному. Итак, у вас есть какие-либо вопросы? Если для вас это имеет смысл, почему бы вам не принять ислам и не поклоняться одному Богу? Когда я сказал, что если бы я дал тебе 2 миллиона фунтов, ты не будешь говорить, что я возьму их, но сначала я подумаю, знаешь, ты бил свою жену. Ты не будешь задавать вопросов. Ты будешь помнить меня всё время. А как насчёт того, кто дал тебе жизнь? Знаешь, если бы ты находилась в доме, и в твоём доме повсюду был пожар, и ты изо всех сил старалась спасти свою жизнь, но в итоге ты не смогла. И я пришёл и спас тебе жизнь. Что бы ты сказала мне? Ты бы сказала мне спасибо. И ты вспоминала бы меня каждый раз. И благодарила бы тебя за это. Но знаешь, я не давал тебе жизнь. Вот почему Аллах упомянул в Коране. «Ва ини таудду ниамат Аллахи ла тухсуга» Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитайте их. Даже пока мы говорим, мы получаем благословение Создателя. Мы можем дышать кислородом. Знаете, если вы попадёте в больницу, упаси Аллах, и вы будете вынуждены дышать кислородом, они взимаются в восплату, либо будут брать деньги налогоплательщиков. Но Аллах дал тебе его бесплатно. Поэтому в день воскресенья неверующий придёт, и Аллах скажет ему, «Если я дам тебе в десять раз больше этого мира, этой вселенной, и скажу тебе, пожертвуешь ли ты всем этим, чтобы уберечь себя сегодня от наказания адского огня? Сделаешь ли ты это?» Он скажет, «О, Господи, да». И Аллах скажет ему, «Я просил тебя лишь об одном, пока ты живёшь в этой жизни поклоняться мне одному, и не поклоняться ничему, кроме меня. Но ты высокомерно отверг это, и твой результат – это адский огонь». Многие люди спрашивают, почему Аллах наказывает людей адским огнём? Нам не следует задавать этот вопрос. Мы должны сказать, «О, люди, почему вы хотите оказаться в адском огня?» Потому что Аллах научил нас, Аллах разъяснил нам, Аллах показал нам правильный путь. Аллах сказал, «Инна хадайнаху сабиля имма шайкиру ва имма кафуру». Мы повели его путём, либо благодарным, либо неблагодарным. Так что это зависит от вас. Понимаете? Вы вредите только себе. Понимаете? Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Вот почему никто не отвергает ислам, кроме как по двум причинам. Психологическая причина или социальная причина. Психологическая причина, либо человек высокомерный, или он говорит, «Нет, если я стану мусульманином, мне придётся носить хиджаб», или «Мне будет нельзя курить наркотики, употреблять алкоголь», или «Мне придётся делать то и это». И он просто говорит, «Нет, я люблю пить алкоголь». Или по социальной причине. Если он или она примет ислам, её родители выступят против неё. Но ни одна из этих причин не имеет значимости перед Аллахом. Потому что, да, нужно уважать своих родителей, заботиться о них. Но есть приоритеты. Есть приоритет. Приоритет в том, представь, что твой отец заботился о тебе, или твои родители заботились о тебе всю свою жизнь. Кормили тебя, одевали тебя и делали всё. И когда ты выросла, ты бросила своих родителей и не уважаешь своих родителей. И ты идёшь к своим соседям и говоришь, «Сосед, большое тебе спасибо за всё, что ты сделал». Будешь ли ты хорошим человеком, если так сделаешь? Нет. Но помни, что ты добр к своим соседям. И это хорошо. Но ты плохой человек. Почему? Ты упускаешь приоритеты. Точно так же, будучи добрым к людям не значит, что ты хороший. Если ты не делаешь добра своему Создателю, поклоняясь ему одному, ты плохой человек. Такова реальность. Я должен быть откровенным. Я желаю тебе добра. Я хочу, чтобы вы стали мусульманами, поклонялись только одному Богу. Клянусь Аллахом, это спасение для вас. Поклони не одному только Создателю. Если я спрошу тебя, я не хочу давить на тебя. Но в чём причина? Почему, если это имеет смысл для тебя? И это ясно? И ты знаешь, что это истина, это имеет смысл. Что останавливает тебя принять истину, Ислам? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Хорошо. Я задам тебе другой вопрос. Представь, что ответить на этот вопрос будет труднее. Хорошо. Представь, упаси Аллах, если ты умрёшь сегодня. Потому что, как я уже сказал, никто не гарантирует тебе, что ты проживёшь дольше. Я имею в виду, я вспоминаю своего соседа. Я помню, как однажды я вернулся домой и стою возле своего дома, и мой сосед прошёл мимо меня. Он такой, «Привет, Шамси». Я ответил, «Привет». Затем, через несколько минут, ко мне пришёл ещё один сосед. Он сказал, «Ты знаешь, кто умер?» Я сказал, «Кто умер?» Он сказал, «Отец Ибрахима». Я сказал, «Нет, ты ошибаешься». Я сказал, «Может быть, ты ошибаешься?» Я сказал, «Он недавно прошёл мимо меня». Он сказал, «Да». Когда он спускался с горы, у него случился сердечный приступ и он умер. Этот человек, проходя мимо меня, никогда не ожидал, что он умрёт. И когда я возвращал ему приветствие, я никогда не ожидал, что он умрёт. Поэтому Аллах сказал в Коране, «Смертная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал. Когда у вас понижская атака, почему вы начинаете пониковать? Потому что ты не знаешь, что с тобой происходит? Представьте, что вы вот-вот умрёте». Аллах сказал, «Валь Таффати С-С-Са-Куми С-Са-К, Иля Рубика Йома-Изини Л-Маса-К». Аллах говорит здесь, что когда человек вот-вот умрёт, его голень сойдётся с голенью. И тяготы мирской жизни объединятся с тяготыми последней жизни. Так он сможет увидеть ангела смерти. Итак, он видит перед собой людей, но видит ангела смерти. Тогда уже слишком поздно. Потому что, если ты не мусульманин, уже слишком поздно. Вы знаете, Аллах всегда устрашает людей адским огнем. Почему? Потому что адское пламя – злое место. Но адский огонь предназначен для злых людей. Итак, мой вопрос к вам. Представьте, что вы умрёте сегодня. Упаси Аллах. Каково будет ваше оправдание перед тем, кто создал вас? Почему вы не приняли ислам? Если Создатель скажет вам, почему вы не приняли ислам, если это имело смысл? И было ясно. Почему вы не поклонялись мне? Какую причину вы приведёте, которая, по вашему мнению, будет иметь силу? Ну, я не знал об этом до того, как ты это сказал. Нет. Но я говорю вам сейчас. Если это имеет смысл, я имею в виду, что я говорю именно это. Но сейчас вы живы. Поэтому вы можете задать вопросы. Ты сказала, что вы не знали об этом. Но сейчас ты знаешь. Это доказательство против тебя. Но сейчас ты пока жива. Задай этот вопрос. Потому что ты никогда не знаешь, сколько проживёшь. Поэтому я говорю, если тебе это ясно. Брат, здесь один человек хотел с собой поздороваться. Он из Нигерии. Уа алейкум ассалям, брат. Как дела? Барик Аллаху фик. Джазак Аллаху хайран. То, что я говорю тебе, смотри. Почему есть война только против ислама? В Америке, в газетах, в средствах массовой информации, в Австралии и в Европе. Почему? Разве вы не задаётесь вопросом, почему? Почему в средствах массовой информации всегда есть негативные отзывы об исламе, как я уже сказал, потому что идёт огромная война против человеческой природы. Я не знаю, что единственная религия, которая сохраняет человеческую природу, это ислам. И мы должны спросить себя, как человек, живший тысячи четыреста лет назад, пришёл с таким идеальным образом жизни? Знаете, если я захочу управлять страной, мне нужны люди. Мне нужна помощь. Мне нужны эксперты по экономике, эксперты по войне, эксперты по образованию. Но все исламские страны основаны на учении одного человека. Во всём. В образовании, в бизнесе, в сделках, в войне, в мире, в политике, во всём. И кто этот человек? Человек, который не умел читать и писать. И это чудо. Он пришёл с учением, с которым не могут прийти никто, кто учился в Оксфордском университете или любом другом университете. Они никогда не смогут прийти с учением, с которым пришёл пророк Мухаммад, алейхиссалат вассалам. Вот почему даже исламское наказание, смертная казнь, с которым некоторые немусульмане имеют проблемы, я говорю, что это сводится к двум вещам. Либо они невежественны, либо сами преступники. Вот почему они ненавидят его. Они сами преступники, поэтому ненавидят смертную казнь. Эта смертная казнь не предназначена для невиновных. Это для преступников, которые хотят разрушить человеческое общество. Так что у вас сейчас есть время. Вы можете задавать вопросы. Я буду вас консультировать. Я не хочу оказывать на вас давление. Сегодня четыре человека стали мусульманами. Четыре. Да, четыре. Альхамду лилля. Да-да. Была сестра. Клянусь Аллахом. Она заставила меня быть эмоциональным. Это ещё один пример, который я привёл. Коран. Чудо Корана. Здесь много чудес в Коране. Какие чудеса? Аллах сказал, Аллах говорит, «Мы облегчили Коран для запоминания». Это утверждение содержится в Коране. Можем ли мы это проверить? Да, мы можем. Если все мусульмане сожгут свои писания, мы сможем вернуть их в письменную форму. Потому что их запомнили сотни миллионов мусульман. Слово-слово, буква-в-букву. Чудо вот в чём. Они даже не знают арабского языка. Это подобно тому, как мы с вами, все мы запоминаем книгу на китайском. Но знаете что? Мы даже не говорим по-китайски. Вы подумайте, ну это не имеет никакого смысла. Но Коран запомнили миллионы мусульман, даже не зная арабского. Вы понимаете? Ассаляму алейкум, братья. У кого есть возможность, братья и сёстры, поддерживайте исламский даават, поддерживайте эти лекции и дискуссии, которые я перевожу. Благодаря им много людей получает качественные знания. И много людей приходит к истине. У кого есть возможность, поддерживайте эту благую работу. В этом есть благо для вас и для людей. И Аллах воздаст вам за это. Продолжение следует... Продолжение следует...